Здравствуйте, дорогие наши подписчицы, любительницы бренда Иконика. Давно мы с вами не виделись. И вот сейчас у нас прекрасный повод встретиться на нашем прямом эфире. Просим прощения за небольшую задержку. Итак, сегодня у нас в гостях Евгения Постникова, стилист, Ольга Малюга, основатель бренда Иволга Фэшн. И сегодня мы поговорим о наступающем Новом Годе и о вечеринках, которые все нас ожидают. Это может быть домашняя вечеринка, она не обязательно будет в Новый год. Это может быть корпоратив, это может быть просто классное настроение предпраздничное. И вам захочется выглядеть просто как-то стильно. Сегодня мы разговариваем о том, как сделать вот те самые стильные, элегантные образы с коллекцией Иконика и Пугачева. Новогодняя, она только приходит в наши салоны. Быстрее приходите, вариантов миллион. С чего начнем, девушки? Новогодний огонек, призываем отбирать. Да, начинаем наш новогодний огонек. Всем привет. Слушайте, ну я хочу начать. Во-первых, смотря на коллекцию Иконика, сразу возникает такая ассоциация с 60-ми, потому что все такое винтажное, очень женственное, очень эристократичное. Вот мы с Олей оделись немножко по-разному. Оля, современная версия новогоднего лука, я такая более классическая, консервативная. Вот первое, что мне хочется взять в руки, это вот такую прекрасную сумочку, Ридикюль, так называемую, ну не так называемую, а это Ридикюль, который из пайеток, это на самом деле очень сейчас актуально. Сейчас из пайеток делаю все, платье, нижнее белье, да-да, и сумки и так далее. Вот, очень классная женственная сумочка. Так, сейчас я единственная... Так, сейчас попробую. Мне, конечно, нужно просто оп-оп-оп. А она сумочка с секретиком. Сумочка с секретиком. Сейчас я попробую. Сейчас мы, да. В общем, смотрите, сейчас нам Ирина откроет. Вот, прекрасно. Немножко, очень легко. Неполадка. Такая сумочка, я, в принципе, ее себе бы приобрела не только на Новый год. Она очень вместительная. И там есть ручка, на самом деле, еще длинная. Кстати, на всех сумочках, я заметила, есть цепочки. Да, да, да. То есть сумочка легким движением в руки превращается в калатч, и в сумочку. Ну, давайте, какой первый образ? Первый образ. Значит, вот вас собираем, давайте смотреть. Мой первый образ, ну, вот я говорю, что девушка из 60-х, но единственное, что острый носок на... А мы заменим сейчас, смотри, есть вариация. А мы хотим не острый носок. Есть не острый носок. Ну, давайте... Нам нужны такие чуть более ретро туфельки. Что я вдохновилась в 60-х. А вот такие? Ну, круглый носочек хочется. Да, вот так, мне кажется, тоже будет уместно. Есть вот, ну, такой полукруглый. Да, ну, хорошо. Вот смотрите, поговорим про мой образ. Вот реально абсолютно готовый образ на все новогодние... Да нет, давай я остановлюсь в ботильонах. На все новогодние вечеринки, на корпоратив в офисе, на вечеринку с друзьями, пойти потом там в театр, в бар, потанцевать. Значит, такое открытое платье и... Это платье комбинации, ну, как бы, да. Платье комбинации, несмотря на то, что на нем не тонкие бретели, в любом случае это бельевое платье. Почему оно комбинация? Потому что оно выполнено из шелка, да. В любом случае платье комбинации, оно у нас сейчас настолько горит. Ну и платье комбинации, я так понимаю, что неплохо сочетается с ботильонами. Причем попросим нашего оператора приблизить и показать, что они все усыпаны стразиками и мерцают. Я думаю, что они обязательно будут мерцать там, в том месте, где вы будете тусоваться. Да, то есть я не потеряюсь, если вдруг не будет света, я буду освещать. Да, на самом деле, то есть, так как я в ботильонах, эта обувь совершенно актуальна для осенне-зимнего периода. Потому что если бы нам не были туфли и босоножки, конечно, гламурные девчонки, они ходят зимой в босоножках и в шубе. Но некоторые девчонки, которые проживают, например, в Сибири, на Урале, они, боюсь, нас не поймут и скажут, в общем. Мне кажется, что вместо твоих ботильон можно еще обратить внимание на модель с пайеткой. Обалденная, Алла Пугачева. Да, вот смотрите, если вы хотите вообще прям мерцать просто как маяк в темные ночи, то, пожалуйста, можно взять такие полоски. И нормально, что они сочетаются одно с другим, да? Абсолютно. Но они стилистически выполнены в одном ключе, да? И плюс одинаковые материалы. Что еще хочу сказать? И не замерзнете. Сто процентов. Ну, я же буду танцевать. Еще очень важно сказать, вы смотрите, на мне Total Black, но он смотрится, почему еще интересно? Потому что на нем разные фактуры. У меня шелковое платье с кружевым, но с таким матовым блеском. Блеск бывает и матовым. Потом у меня пайетки, то есть такой глянец. Вот, и замшевые туфли. То есть совершенно разные фактуры. И получается такой объемный образ, несмотря на то, что я... Плюс еще черные мерцающие серьги, да? Иконика. То есть такой Total Black, да, на мне все иконика, кроме платья. Платье Иволга. Абсолютно уместно, актуально и дорого. Евгения, последовал вопрос. Колготки нужны черные или телесные? Я вообще не стала бы сюда одевать колготки. Один вечер, один вечер или два вечера, я думаю, что пережить без колготок можно. В крайнем случае доехать на месте в колготках... Девчонки, возьмите, намажьте ножки автозагаром, потому что это будет намного лучше, чем вы оденьте колготки с блеском, люрексом. Это если мы хотим чуть утеплиться, правильно я понимаю? Да, и если вы хотите прям наставиться на колготках, то я бы выбрала сюда колготки черные, тонкие, например, с каким-нибудь мелким рисунком или в сеточку. Ну, то есть, не плотные, конечно, потому что это вечер. 20D. 20D, да. Но все это черные, никаких телесных, это табу. Так, ну, с первым образом разом. Да, добавляю к образу очень привычный элемент новогодних коллекций, это смокинг, обязательный воротник, снова матовый блеск. Мне хочется сказать, что я тоже в аксессуарах иконика, и вот на мне такой интересный ободок, фактически ожерелье, хотя я и в белом, и я, например, добавляю к своему образу чуть больше современности, потому что брюки выполнены из эко-кожи, а рубашка из шелкового атмоса. Да, и мы так плавно перетекли к образу Ольги. Но я на самом деле также могу взять эту же сумочку и остаться в этом же ободке, и, как мне кажется, это тоже будет все очень уместно. И лодочки иконика. Да, лодочки. Я надела специальные, нейтральные. Это Пугачева, да, да. Потому что, как мне кажется, это такая неувидающая классика, Женя, согласись? Ну, вообще, да, нюдовые, они создают такой интересный акцент, да, а еще очень правильно подобранный нюд, Оля, хорошо сочетается с кожей. Нюд тоже, кстати, бывает разным, вы помните, мы говорили об этом в эфире. Да, кстати, вот очень хорошо работают фурнитура на клаче и пайетки на ободке. И многие всегда спрашивают, можно ли сочетать замшу и кожу, да, безусловно. Посмотрите, как это изумительно смотрится, как раз разные фактуры, но в одном цвете дают правильное впечатление. И вас хочется разглядывать, приглядываться к вам, рассмотреть именно фактуру выбранных вами аксессуаров. Я ответственная за продукт, обязательно говорю, что в данном конкретном клаче также есть длинная цепочка, которую вы можете застегнуть и, соответственно, его носить. Сегодня, повторю, мы работаем вместе с брендом Иволга Фэшн, Ольга Малюга, основатель этого бренда, Евгения Постникова, стилист. Поэтому все, что мы вам сегодня показываем из одежды, все бренд Иволга. Ищите в Инстаграме, приходите в шоу-рум, девушки вас встретят. Следующий образ составляем. Составляем. А давайте, знаете, что мне вот интересно, какая модель или какие модели из новогодней коллекции коника, вот обувь или аксессуары, у вас тоже вызвали, скажем так, эмоцию, да? И, может быть, попробовать с этими моделями составить образ какой-то. Я могу еще сказать, что мне очень нравятся вот эти сумки. Они тоже модель Ridicule, да, то есть это сумочка с одной ручкой. Это, в принципе, модель сама по себе является винтажной. И так как она маленького размера, да, то это прекрасный вариант на вечер, как в первом случае, так и во втором. В принципе, если поменять, я бы, Оля, например, сюда добавила открытые, какие-то открытые обувь, да, прекрасный вариант. Середикю сюда бы тоже подошел. Снова ободок, то есть это абсолютно... И такие сумочки можно носить вот таким образом, представляя, что это клач. Также и у меня это работает по такому же принципу. Пожалуйста, клач, объемный. Мы видели очень много в этом году таких небольших клачей, да? Я как раз сейчас расскажу о уместном компаньоне. Это наши юбки гофре из эко-кожи. И не будете сочетать в рамках одного цвета некоторые нюансы. Данная юбка прям точно холодного. Здесь есть чуть-чуть вкрапление бежевого, и вместе, конечно же, это смотрится изумительно. Посмотрите, я даже оставлю свои бежевые лодочки. Но знаете, что я добавлю, чтобы образ был более вкусным? В коллекции появились шелковые платки, и для того, чтобы поддержать... Галфты такие очень красивые. Это на самом деле прям новинка, очень необычная в пугачево. Да, она изумительно выполнена, с очень хорошей оторочкой в виде стекляруса. И, конечно же, я в данном случае подержу лодочки, хотя буду в ахроматичных цветах, белом и сером. Супер. Девушки, отвечая на ваши вопросы, что есть в Ростове или в каких-то других салонах, заходите на наш сайт. Сейчас там выделен раздел с новогодней коллекции. Наличие всех этих моделей вы можете посмотреть в своем городе и в своем салоне. При необходимости заказать или забронировать. Коллекция поступает, поэтому сейчас самое время покупать, пока все не разобрали. Пока есть размеры, это очень актуально. Так, ну какой следующий образ у нас? Мне еще очень хочется сказать про эту сумку, которая тоже может прекрасно работать в этом луке. Тоже очень модная, в принципе, модель. Вы ее могли видеть в этом сезоне у различных дизайнеров, да, у Пак Рабана в основном. Сумка, собственно, inspiration изначально пошел от него. И она очень функциональная, да, то есть форма очень интересная. В принципе, эту сумку также можно внести в повседневный, какой-то более повседневный лук. Например, надеть белую футболку, джинсы, лодочки или босоножки, да, с открытым носом и на высоком каблуке. Взять эту сумку, получается такой вечерний лук. Накинуть вот так вот тоже смокинг на плечи и, пожалуйста, такой современный вариант вечернего обуви. Да, ну мне кажется, вот такая вот история здесь тоже была бы уместна. Причем очень интересная тоже вот этот супермодный такой Китон Хилл. Да. Такой серебряный. Рюмочка. Рюмочка, да, очень удобный и как бы и практично, и стильно, и удобно. Да. Совершенно верно. Я бы, если честно, даже, возможно, дополнила бы образ вот такими длинными серебрями из серебряного металла. Вот еще мне нравится вариант, это вот Оля больше подойдет, Олин образ, то есть такой серебристый металлик, да, очень хорошо, мне нравится, как он работает с белой кожей, вообще прекрасно. Вот у девушки вопрос, когда рассказываем про образы, сразу говорите, куда так можно идти. Вот давайте, вот у нас есть два образа. Я сказала, так можно идти хоть куда, театр, новогодний корпоратив, в офисе, да, то есть, соответственно, вы можете прийти там в этом смокинге, в этой обуви, там в брюках, в рубашке, снять брюки, рубашку, надеть платье, пожалуйста. Вечеринка, бар, театр, любое, любое вечернее мероприятие в осенне-зимне. Любой праздник, который, где нужно праздничное настроение. Ольга, куда так можно? Я чуть-чуть современнее одета, я даже скажу, не так классически, наверное, выгляжу, потому что все-таки это брюки как кожа, но поскольку это белый цвет, который воспринимается, всегда доверчиво, это самооткрытый оттенок, поэтому я, наверное, в оперу так не пойду, но на корпоратив, да, пожалуйста. Если украшу себя красивыми сережками, люстрами, возьму нарядную сумочку и надену, например, не лодочки, а босоножки. А что вот еще, например, вот для этого образа, какая пара обуви может подойти, просто как альтернатива? Пожалуйста, давайте попробуем вот так, вот так, и тогда здесь я уже подчеркну, сделаю ритм цвета с помощью красных красивых губ или, например, красивого маникюра. И да, пожалуйста, это снова будет уместно. Белый, это вообще самый благодарный цвет для включения дополнительных оттенков. И тут самый каблук тоже очень классно работает. Да, очень актуальный. Девушки, еще раз повторю, одежда бренда Иволга, пять раз уже повторила, слушайте, заходите в Инстаграм. Организационные моменты. Черная пятница в иконике будет с завтрашнего дня вперед скорее покупать все со скидками, с хорошими. У нас и сейчас проходит акция тоже. Смотрите все новости на нашем сайте, смотрите коллекцию, приходите в салоны, мы вас ждем. Следующий образ. Я еще хочу сказать про эту сумку. Вот это сатиновая сумочка, тоже вечерняя, прекрасная, которая также может работать в этом луке. Она гораздо сильнее блестит, потому что сатин в принципе, да, такой более блестящий материал. То есть здесь матовый блеск, здесь глянцевый блеск, здесь такая широковатая фактура замшевая, тоже прекрасный разнофактурный образ. Как мне кажется, здесь будет уместно уже тот же Total Black, но на базе неизменно популярных брюк Палаццо широких и, например, вот такого кружевного топа. Вы также можете потом разделить эти вещи и, например, эти Палаццо носить, допустим, с кашемировым свитером, а сам топ носить с джинсами. Топ вообще очень функциональный, его можно сидеть с брюками, с джинсами, с юбками, с жакетом. Что еще под такой комплект? Вот мы взяли, допустим, брючный комплект. Какие модели? Мне очень нравятся в вашей коллекции вот такие туфельки, в которых есть такие тонкие вкрапления блеска. Это всегда изумительно, особенно если в ваших костюмных ансамблях есть кружево. Вот посмотрите, как это будет выглядеть. И, допустим, вот ровно сюда я бы добавила вот такие серьги. Очень здорово, что когда приходишь в магазин за обувью, есть возможность купить аксессуарную группу. Не нужно ничего думать, тем более, что консультанты могут сразу здесь и сейчас помочь это сделать. То есть вы конники, все приобрести. Да, девушки, приходите. Хочу еще сказать вот про эти два клатча, да, для тех, кто любит яркий акцент в образе, такой драматический, пожалуйста, вот прекрасный, ярко-красный. На белом как хорошо. Да, вот на Оле очень видимо цветок. Ой, супер. Так тоже можно, если подчеркнуть губы или маникюр красным цветом, да, то есть чтобы цвета работали в унисон, то тоже прекрасная возможность, да, подчеркнуть этот клатч. И у меня, это, наверное, такой более консервативный вариант за счет своей формы, она более такая жесткая, структурная, более классическая, наверное, это для таких статусных женщин, которые любят четкость, пунктуальность, ясность. Вот такой клатч прямоугольный, жесткий, замшевый, прекрасно может работать. Это вообще такая покупка на все времена, да, она никогда не потеряет своей актуальности и там 20 лет будет служить прекрасным аксессуаром для выхода в театр. Ну, я вообще хочу, вот я смотрю на ваши модели, да, на комплекты, на обувь, на клатчи, и мне кажется, что вот наша коллекция новогодняя в этом сезоне, она может быть не такая кричащая с точки зрения цветов, но она при этом базовая, которую ты как бы купишь не только под праздник, но потом будешь носить. Да, здесь есть богатые очень оттенки и цвета, вот, пожалуйста, да. Я как раз хотела об этом сказать. И на праздник можно каким-то аксессуаром выделить и потом дальше это носить. Вот мне в этом смысле нравится, что это не одноразовые такие вещи. Тем более вот такой очень красивый бордовый оттенок, я бы даже сказала оттенок божеле, не бойтесь его сочетать с красно-фиолетовыми, потому что это будет внизу, но все равно мы почувствуем один подтон, в данном случае красный и в клатче, и в туфельках. Тем более вот такие лодочки вы сможете использовать, ну, не знаю, осенью, зимой, летом и весной. Да, очень красивые. Вот так и так это тоже возможно. Тем более, когда у вас сумка и туфли не совпадают по цвету, но чувствуется, что есть одинаковый подтон, это всегда выглядит интеллектуально. Всегда снова хочется на это обратить внимание. Так, ну, куда дальше? Глаза разбегаются. Давайте от того, что вы принесли, вот, а можно вопрос? Вот очень красивая вот эта чудесная кофточка. Это трейч. Да, что с этим делать? Вносить его на... У нас в коллекции, сейчас нет возможности вам показать, но у нас в коллекции есть нижнее платье, вообще я называю это голое платье, ну, не я придумала, придумали для Мерлин Монро. Мы учимся. Понятно, что его можно носить самостоятельно, например, вот сейчас, но если бы, вот сейчас Женя меня поддержит, если надеть сюда нюдовую комбинацию на токинг бретелях и запахнуть полностью трейч, он превратится в современное платье. Ну, а низ что там же? А низ, пожалуйста. Ну, комбинация, в смысле, вот такое небольшое платье? Да, 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 комбинация, она может быть до колена, может быть за колено, и тогда это изделие будет работать самостоятельно, как современное, ультрасовременное платье. И вот с точки зрения аксессуарной группы, здесь может разыграться ваша фантазия невообразимо. Вот расскажите, с чем вот это можно? А вот, например, если это вечер, вот сколько, сколько здесь вариаций на тему дополнительных сеток на лицо? Да? Да, можно? То есть вы хотите сказать, что вот можно вот такую штучку... Мне очень нравится вот этот вариант, я к сожалению. Он крепится, да. Тем более он очень современный. Я вот так смотрю, вот сейчас мне, вот там есть зеркало, вот смотрите, мне кажется, это как-то должно быть. О, да. Вот так. Очень круто. Понимаете, вас сейчас будет смущать то, что у меня внутри белый цвет, но если мы наденем сейчас это на черное, все сложится. Да, вообще такие головные аксессуары, да, это не головной убор, это головной аксессуар, они, конечно, определяют образ, сразу делают вот таким ретро. А сразу спрашивают, что это за органза, девушки, это органза. Вот мы сейчас на Жене накинем, и вы увидите, какая разница. Ну и, конечно же, потом самостоятельно с такими простыми фактурами, как хлопок или джинсовой поверхности, или брюки, не знаю, карга, например, это тоже будет очень уместно. Так, вот еще у нас есть у девушки вопрос. Цвет губ, лака, сумки в один тонн опять актуально? Нет, смотрите, вы должны, у вас должна быть общая стилистическая направленность, и должно быть цветовое сочетание, да, то есть цвета должны работать в определенной логике. Вот, то есть это совсем не означает, что у вас должна быть красная помада, красный маникюр, красные туфли, красная сумочка. Это точно будет очень нарочито и как бы не очень гармонично смотреться. То есть вот, например, когда мы говорили о том, что у Оли, возьми, пожалуйста, красный клатч, да, конечно, мы должны его подчеркнуть, потому что, ну, иначе получается такое яркое пятно, тогда мы поддержим этот цвет, поддержим. Но этот цвет обязательно должен быть один в один. И цвет лака не обязательно должен быть красным. Нет, бордо. Да, цвет лака вообще может быть мюдовый, это абсолютно. Но помада, она должна поддерживать оттенок на сумке. Коралловая, да, или какая-то там розовато-оранжеватая тона, ну, то есть каждый определит свою помаду сам, и тогда будет цветовая гармония, да. Я, кстати, нашла компаньон, это наше платье-бабочки. Вау. В сетку к нему тоже идет нижняя, не беспокойтесь. Жень, давай сюда подберем что-нибудь, как ты считаешь, что было бы уместно? Так, ну... Да, очень-очень красиво. Мне хочется, вот если по фактурам тоже посмотрите, как хорошо работает органза, замша. Такая нежная-нежная-нежная образ. Такое тонкое кружево. Да. Прекрасно, то есть разные фактуры, очень тонко, очень нежно, очень объемно. Объемно не в плане того, что вы будете широко смотреться, объемный образ всегда смотрится выигрышно. Вот. Еще раз хотим сказать, что для того, чтобы выглядеть дорого, не надо покупать вещи определенных марок, нужно уметь сочетать фактуры и работать с цветами. И все у вас будет получаться. Так, девушки, у нас еще вопрос. Нас смотрит чудесная мама будущая на восьмом месяце беременности. Вот. Ей можно только позавидовать, с одной стороны, с другой стороны, посочувствовать. Порадоваться, да. Она спрашивает, в чем вот ей встречать Новый год? Ну, смотрите, я как дважды мама, как раз у меня, кстати, оба Новых года попадала на беременность. И один Новый год попадал на сильную беременность, потому что я родила в январе, поэтому мама, я вас понимаю. А второй Новый год, я была уже на седьмом месяце, и мне было очень-очень актуально. Что я сделала? Ну, во-первых, я бы взяла бы, например, ту же самую комбинацию, просто большего размера. Я бы взяла вот такую комбинацию сорок шестого размера, например. Она как раз и в шестом. Ну, да, в общем, чуть побольше размера, да? Ну, размер на два. Да, да. Вот. Потому что я в любом случае хочу Новый год встретить праздничный наряд. Да. На восьмом месяце я, либо я... Да, можно взять также вот этот плащ из органзы, кстати. Его использовать как накидку, например, на шелковый топ с брюками, да, просто создать элемент нарядности. И, например, на голову надеть этот головной аксессуар или яркие аксессуары серьги. То есть уже этот плащ за счет своей фактуры, органза, такая праздничная ткань, да, она уже будет выглядеть... Но вы его пока не убирайте, потому что мы обувь не показали к нему. И еще у нас есть вот такие рубашки оверсайз. Они для всех. Я тоже ношу эту рубашку. Хотя, видите, они легко скроют животик, но за счет фактуры, безусловно, они выглядят нарядно. На самом деле, к сожалению, у нас для беременных нету, ну или не нету, наверное, очень мало вещей красивых и стильных. Почему-то... Я вот сейчас вот так покажу, вот смотрите. Почему-то для беременных шьют из принципа, ну, в общем. Поэтому покупайте вещи в обычных магазинах просто большого размера. Ну или знаете как, не столько большого размера, сколько неприталенные. Да. Вот посмотрите, здесь идет обычная проема, здесь хорошо садится грудь, а вот отсюда идет свобода. Я думаю, что это актуально не только, там просто вопрос от девушки 52-го размера, что это актуально не только для тех, кто ожидает ребенка, да, но и тех, у кого размер нестандартный. Конечно. То есть выбирать чуть оверсайз, который скроет все недостатки. Потому что вот у меня, к сожалению, такой стереотип был, да, что беременные ходят в джинсы для беременных с этой ужасной резинкой, водолазки, и бедные, и пока они не в положении, и не могут насладиться красивыми вещами. Вот, кстати, такие платья, они очень прекрасно работают. Это платье миди, да. Во-первых, можно варьировать обувь, да, можно... Сейчас мы как раз к этому платью вернемся. Ольга, скажите, сколько эти брюки стоят? 5-200. Девушки, 5-200 всего лишь стоят эти просто фантастические брюки. Комбинация 6-700. Еще про комбинацию и рубашку вопрос. Девушка спрашивает, черная комбинация и белая рубашка, это вообще... Да, вот давайте попробуем. Нормально, да? А мы сейчас на Жене покажем. Мне очень нравится. Я вообще люблю миксовать платье с рубашками, потому что это очень красиво. В чем прилить, извините, не перебивайте ее. В чем прилить? В том, что она объемная. Мы даже можем здесь вывести ее, например, с удобными ботинками. Да. Классными. Вывести ее в гранж. Да. Раскрыв, например, плечо, извини, пожалуйста. Как вариант. Да. И я бы взяла какой-нибудь... Если я бы осталась в данном образе, я бы взяла, конечно, сеточку. Давайте. Я бы подчеркнула белую рубашку вот этим серебристым металликом. Вот. Да. Говорят, очень много аккаунтов Иволга в Инстаграме. Нет, Иволга фэшн. Только Иволга фэшн. Девушки, только Иволга фэшн. Набирайте. Там уже все выше вам несколько раз написали. Просто просмотрите комментарии. А посмотрите, вот, привлечь марку. Вот прям, давайте, крупно-крупно-крупно. Не вижу. Видно прям крупно? Да. Иволга фэшн. Девушки, все одним словом написано. Смотрите, обувь иконика. Очень много вопросов, поэтому тут сложно. Плащ из органзета тоже Иволга. Платье тоже Иволга. Вся одежда Иволга. В чем пойти на встречу выпускников? Вы знаете, мне кажется, все образы, которые мы сегодня обсуждаем, они все подходят, в том числе, на встречу выпускников. Я бы пошла как воля. Почему? Потому что встреча выпускников это такая все-таки либеральная, демократичная обстановка. Хочется свобода в движениях, да, и поэтому я бы надела вот как раз кожаные брюки, так как они белые, они уже заведомо смотрятся нарядно, вот, тем более белая кожа это вообще новость, новшество. Если вы обратили внимание, я опустила воротник, и моя рубашка стала похожа на жакет. Это такой жакет-рубашка без подклада, поэтому вы можете варьировать свое впечатление. Если снова было выпускников, я бы скорее надела вот такие сережки, потому что они привлекают сразу внимание к лицу. Вообще все, что находится в зоне шеи лица, сразу заставляет вас смотреть на партнера и разговаривать с ним. Ну, вы заставляете взгляд сюда возвращаться. Это такой прием, пользуйтесь, пожалуйста. Поэтому, да, конечно, для чего мы собираемся? Для общения? И для того, чтобы свойство первой любви школьной. Это опасно. Так, ну, то же самое, как опасно слишком много пить на корпоративах, да, что мы вам не рекомендуем делать. Вот про органзу спрашивают, сколько стоит плащ из органзы? 12 тысяч. 12 тысяч рублей. Так, вот была какая-то интересная юбочка, которая была. Да, я как раз хотела показать и рассказать о том, что как только праздники заканчиваются, мы возвращаемся к жизни, но праздник в душе нас не покидает. Для таких случаев у нас есть юбки-карандаши, достаточно удлиненные, длина миди, но видите, накладные карманы, они чуть-чуть более фривольны, что называется. Это такой, ну, бизнес-март скорее, да? Да, Даша, чуть-чуть кэжуал мы добавляем, но за счет фактуры все-таки такой у нас остается лоск. И сюда, например, если все-таки мы снова про работу, вот такого плана сумочки более жесткие, тоже очень уместно. Я остаюсь в такой рубашке, либо в рубашке, как на Евгении. Прекрасно. А какая обувь? А, обувь такая же. Я остаюсь в этих лодочках, да. Да, сюда, конечно, можно подобрать бутильоны. Сейчас мы попробуем это сделать. Бутильоны, ну, вот такие только есть. Нет, такие еще. Вы знаете, я бы оставила вот эти, если честно. Да. Вот так, но, Жень, подержи, пожалуйста, мы сейчас продолжим образ, я вам покажу. В нашей коллекции есть очень хороший жакет, который также можно надеть и на комбинацию, а можно соединить с юбкой, или вот я вам сейчас создам вот такой лук. Мы надеваем новогодний топ, мы надеваем жакет, который можно потом носить на работу и добавляем как вариант юбку. Этот образ и про работу, он чуть более строгий, но в том числе и про корпоративную. Ну, его можно добавить какими-то акцентами аксессуарными, да, вот какими, допустим, чтобы оно празднично выглядело. А вот, например, мы оставим в Жениных ботиле. И уже сумка у нас будет, ну, мне кажется, что будет уместно сатиновая вот такая. И потом просто в какой-то промежуток времени мы скидываем жакет и наслаждаемся. И танцуем. Да, и танцами. Прекрасно. Так, что дальше? А еще можно, еще можно вопрос. Мне вот, например, очень в нашей новогодней коллекции Хоника нравятся вот те красные туфли и черные с бантом. Они такие немножко ретро, вот, они очень активные, подо что их можно носить? Как вообще вам? Вот смотрите. Девушки, платье мое Zara. Очень красиво. Да, приходите в Zara, покупайте. Стоит очень недорого. Я бы выбрала, вот, так как это бант, я бы выбрала подчеркнуть бант, принт на рубашке, да, который мы видим с вами. В общем, принт подчеркивает. Да, да. Он одинаковый, ритм одинаковый. Очень одинаковый, да. И я бы выбрала черные атласные брюки, и в принципе сюда могут работать как те, так или иные туфли. То есть это более консервативный образ. А сумку какой? А это такой черный. В данном случае сумка должна быть спокойной. Да, потому что у нас два акцента. Да, прекрасный черный клатч, необычной формы, в иконнике еще таких не было. Просто смотрите, если мы берем черные сюда туфли, это более консервативный образ. Если красные, ну, я бы, опять же, подчеркнула бы цвет обуви помады или маникюра, тогда это такой более смелый образ. Ну, кому-то девушка мне очень понравилась, не поняли. Ну, а еще какой вариант? Вот, допустим, кому-то не подошло ни с этой рубашкой, да, туфли и эта рубашка. Что еще можно? Можно топ, шелковый. Да, мы можем... Пожалуйста, вот, слушайте, кто-то любит вообще сочетания... У нас очень привередливые девушки, поэтому... Смотрите, кто-то любит вообще драматическое сочетание черного и красного. Да. Пожалуйста, вот. Прекрасно. Да. И сразу акцент туда, куда нужно. Для кого-то это очень любимое сочетание, поэтому, пожалуйста, просто используйте разные фактуры, да, для того, чтобы это выглядело, опять же, гармонично, да, и создавало правильный объем. И, пожалуйста, черный и красный. Такой чуть более привычный образ будет следующим. Если мы наденем топ, наденем блестящую прямую юбку, она очень всем понятна, и здесь возникнут эти лодочки. Очень красиво. Ну, я не согласна, там девушка пишет, что бантик очень лишний, вообще не лишний, он настолько органично в эту пару вписывается. Если вам нравится бантик, то как бы не играйте. Да, нет проблем, пожалуйста, вы можете выбрать свою классику, всеми любимую. Понимаете, чем хороша иконика? Она хороша тем, что вы можете выбрать для себя разную колодку, разную высоту каблука, ее ширину. Если чуть более классическое восприятие стиля, так же, как и себя, то, пожалуйста, здесь возникает бант. Поэтому сколько людей, столько и вариаций лодочек в иконике. Так, а я вам следующую даю задачку. Давайте. Вот такая пара необычного цвета и нестандартного каблука. Вот что делать с ней? Оба-на. Вы знали. Нет, я не знала. Не стилист. Очень красиво, да. Так. Смотрите, как круто. И, кстати, вот этот металлический каблук, он хорошо работает с атласными. Слушайте, обалденный образ. Позвольте, я еще, если все-таки мы про Новый год, я бы оставила вот так. И если для вас это все же смело, то мы вернем нашу вот такую изумительную сумочку. И еще раз обращу ваше внимание, здесь очень вкусно собраны цвета. Все оттенки серого на базе ахроматичного белого. Чудесно. Супер образ. Я влюбилась. Это очень дорого цвета. Правда, очень-очень красиво и по цветам. Девушки, по поводу запросов «Батильоны, зима, не зима», сегодня наш эфир посвящен новогодней коллекции «Эконика» Аллы Пугачева вместе со стилистом Евгением Постниковой, брендом одежды и «Волгафэшн». Девушки рассказывают о том, как сходить на вечеринку, на корпоратив, на встречу выпускников, которая почему-то в декабре, не знаю почему. В чем встретить Новый год будущей маме на восьмом месяце. Поэтому сегодня мы говорим только о празднике. И давайте дальше. Я обратила внимание на лаковые поверхности. Как мне кажется, их уместнее всего надевать как раз по поводу, то есть на торжества, например, на Новый год. Вообще все, что вы видите на нас сегодня, все, что мы специально подготовились и привезли, это все сочетается с лаковыми поверхностями. Еще раз, если вы надели такие туфельки, то тогда в образе старайтесь выбрать чуть более матовые фактуры для того, чтобы не перебить блеск. Да, то есть мы выбираем только один акцент, самый яркий, так скажем. Все остальное должно ему вторить. Прекрасно. А мне хочется еще сказать, для тех, кто любит такие более казуальные образы, кто в принципе не очень любит наряжаться, таких тоже много. Вот я хочу предложить вам такую прекрасную юбку из эко-кожи. Она очень легкая. И в то же время она из эко-кожи, то есть свой функционал она выполняет. И вот эту рубашку с принтом. Да, посмотрите, тоже очень богатое сочетание цветов. Да, пожалуйста, здесь вот фиолетовые петельки. Ну, это очень красиво. Посмотрите, как красиво и дорого. Да, да. А мы отсюда вытягиваем фиолетовый цвет. Получается изумительно. Да, очень. Как красиво и очень дорого. Очень, очень. Так, а какой клатч сразу же? Ну, я бы, если честно... Я бы не фиолетовый взяла, потому что это перебор, потому что... Да. Ну, да, можно так. Вот так, если был бы рыженький, было бы очень хорошо. Рыженького нет в этот раз. Тогда вот так оставим. А для консервативных подберем фиолетовый. Да. Давайте вот так. Ну, на самом деле, еще можно бежевый. Бежевый, да. Еще для консервативных. Давай, порегу. Давайте для... И вот так тоже красиво. Сейчас я еще одни туфельки покажу. Мне тоже очень нравится. Кто не любит такой каблук, есть... У девушек... Да, у девушек, во-первых, девушки, не переживайте, что мы показываем высокий. Мы уже за сегодня показали несколько раз Китон Хилл. В коллекции новогодней есть каблуки на любой вкус. Вы видите, и средний каблук, и устойчивый, и небольшой каблук, и Китон Хилл, пожалуйста, ботильоны. И вот туфли мы сейчас покажем. Я предлагаю вот те черные и бежевые тоже показать туфельки Китон Хилл. Мне кажется, это просто вот пара, которая обязательно должна быть у любой девушки. Поэтому на самом деле выбор огромный. Здесь, кстати, очень изумительное декольте. Да. Я еще раз повторю, что мы сегодня находимся в салоне Иконика в Москве на улице Новослободская. Показываем новогоднюю коллекцию, обувь, вкладчи, аксессуары, все, иконика, одежда, иволга фэшн. Выше в комментариях куча раз уже упоминали аккаунт бренда, есть шоурум. С точки зрения наличия в других городах есть вкладка, я уже смотрю комментарии, представители на сайте Иволга. Там все будет написано, где есть наличие. Наличие размеров, моделей, иконики в городах присутствия также вы можете узнать на сайте на нашем. Все написано, если что, присылайте вопросы в директ или на почту, на все ответим. Следующий образ. Очень актуальные с прошлого сезона юбки-плиссе с асимметричным низом. Они у нас представлены. В данном случае это гофре. И если вы обратите внимание, то, например, я могу это снова надеть с рубашкой, с жакетом. Я могу сверху накинуть смокинг. Я могу поменять топ на черный и белый и сделать образ более контрастным. Жень, давай покажем аксессуары на голову, потому что я видела, во-первых, коллекции и браслеты, и очень интересные ободки. Они здесь тоже будут невероятно уместны. Все-таки а-ля ободок вуаль такой же. Это для более смелых, в принципе, это классические 60-е. Да. И если честно, я еще обратила внимание, это как раз про низкий ход. Есть вот такая модель. Смотрите, здесь аккуратный носик, он чуть-чуть блестит. Моя мама вот такие выбрала. Аккуратный каблучок и, например, вот этот компаньон. Все, образ готов. Говорят, дайте слово стилисту в черном платье, Евгения. У нас команда. Даем вам слово, давайте. Ваш выбор. Давайте, следующий образ ваш. Что вам нравится, что хотите. Ну, говорят, что мы не даем вам слово, поэтому даем, девушки. А на самом деле так. Что мы еще... Давайте, может быть, от обуви, какую мы не рассматривали, что можно. А вот скажите, пожалуйста, вот еще бежевые тоже какие-то хилл туфельки. Вот эти, да? 5-метровый каблука, что бы я выбрала? На самом деле, вариантов очень много, так как они нюдовые, нейтральные. Пожалуйста, я бы начала бы с юбки плиссе. Мне очень нравится сочетание белого и нюдового. Это смотрится очень нежно, очень так, изысканно. Тоже очень дорого, потому что, в принципе, изначально гамма очень дорогая, цветовая. Вот, можно... В принципе, мне нравится так же, как работает нюд в черном. Прекрасно. Он сглаживает черный. То есть, если бы был бы Total Black, да, был бы очень драматичный нюд, он сразу сглаживает, делает образ мягче. В принципе, так же можно работать в различных вариантах. Подержи, пожалуйста. Да, тоже. Да, мы просто берем вот этот вот оттенок из принта бежевый, выводим его. Вот, получается такой гармоничный образ. Прекрасно. Да, так что варианты очень много. Поддерживаю, да. В принципе, это такая базовая модель обуви, которая будет вам служить много времени, она не потеряет своей актуальности. Плюс еще очень удобно. У меня еще одна есть модель в запасе, она такая непростая. Покажите. Справимся. Ну, кстати, я на эту модель обратила внимание. Вот смотрите. Это 70-е уже, мы уже пошли. И даже 80-е. Ну, вот, что мне напрашивается, первая моя ассоциация, я бы надела эту модель с короткой юбкой. Сейчас вот так вот покажем, что тут. Ну и что? Вот этот вот бантик, ну да. Кожаная короткая юбка. Колготки тонкие, черные, например, там горошек, тонкий рисунок или просто черный, тонкий 20 ден. Черная кожаная юбка, вот вам два, ой, прости, два варианта рубашек, блузы с юбкой. Я бы еще завязала бы узлом, ну, как-то закатала бы рукава, то есть высвободила бы, чтобы не плотно облегала блузы, да, она более так, свободно сидела на фигуре, завязала бы каким-нибудь узелочком красивым. Ну, пожалуйста. Прекрасно. Или можно платье в стиле 60-х, платье сарафан на широких бретелях, да, платье, которое может быть использовано. Платье как сарафан. В принципе, в принципе, можно и на самом деле видеть вот так. Ну, то есть, вот просто не будет видна деталь. Да. А так по каблуку и по носу, да, будет все прекрасно работать с классными брюками. То есть, на самом деле, эта модель не такая сложная. Да. Были очень красивые, вот эти изящные. Да. Можно добавлять образ, например, вот так. Да. Здесь снова блеск. И мне еще очень нравится вот этот головной убор, тоже очень хорошо может работать. Ну, что-то одно. Да, конечно. Ну, в целом, видите, вот эта деталь очень хорошо работает. Вот, повторять форму. Так что, вопрос про стоимость, соответственно, вот это ваше платье комбинации. Сколько стоит? 6-700. 6-700. И вот еще про бабочки спрашивали. Бабочка 9-900. И мы с вами не договорили вот в том образе, да, какую обувь в этот образ надевать. Давай, Жень, твой выход. Ну, честно скажу, что так как у нас органза и сетка, хочется открытую обувь. Потому что образ такой легкий, струящийся, летящий. Я бы даже, если честно, самостоятельно бы попробовала вот так. Ну, понятно, что здесь есть нижнее платье. Комбинация тоже. Да, да. Ну, смотрите, тут как бы два варианта. Либо мы в гранж вводим тяжелые грубые ботинки, да. Я бы попробовала... Еще мне можно сказать казаки. И сейчас одну секунду сейчас... Оба-на! Да. Неожиданный, неожиданный ход. Да, мы сейчас их... Да. По цвету... Ну, черные нет, потому что... А это подойдет по цвету? Ну, не идеально, скажем так. Если бы они были по-шоколаднее, было бы лучше. Да, по-шоколаднее. Но черные очень грубо. В целом, высокие казаки. Повизуализируйте, да. Так, грубые ботинки. Сейчас я их вам найду. Я тоже ищу глазами. Девочки, ботинки на штурках грубые. Так, а я пока задаю вопросы. Да. Платье планеты какими аксессуарами дополнить? Ну, вот это вот. Вы знаете, здесь есть уже аксессуар в виде шарфа, и его легко подчеркнуть вот таким образом. Чем хороши такие шарфы? Смотрите, чем длиннее хвост, тем стройнее вы кажетесь. А здесь он работает как чокер. И платье можно перевернуть вырезом вперед, можно его надеть вырезом назад. Или использовать вместо пояса. Идеально. Да, класс. Тогда здесь будет уже косуха. Косуха, да. Какая? На размерчик побольше. Так, а если классическая, не грубые ботинки? Если классика, либо как на мне. А вот лаковые идут, нет? Или не подожди эту матчу? Нет, лаковые немодные. Давайте скорее вот такие подберем. Вот так, потому что все-таки это оттенки одного цвета. Здесь он более пудровый, здесь более затемненный. И мы работаем в рамках одного цветового луча. Поэтому скорее так. Либо можно выбрать чуть меньше каблук. Он такой, может быть, изящный. Или даже Китнхилл. И какой клач? Ой, красиво тоже. Вот так, я все же, наверное, вот сюда уйду. И клач напрашивается вот этот замшевый, нюдовый, пудровый. Девушки, что хочу сказать. Это наш взгляд. Взгляд Евгении, взгляд Ольги. О том, как можно составить образ. Вы можете составлять свои, вдохновившись нашими примерами, сайтами модными издания. И, как бы, you're welcome, как говорится. А мы вам показываем свое видение. Нравится, не нравится, вы уж выбирайте сами. Дальше идем. Дальше идем. Так, давайте помоткаться от обыгры. Я думаю, что у нас остается, на самом деле, немного времени. Если я какие-то вопросы упустила, пожалуйста, продублируйте. Я вот как раз все, соответственно, читаю. И сейчас самое время ответить на ваши вопросы. Я напомню, что у нас сегодня эфир про новогоднюю коллекцию с брендом Иволга Фэшн, с Ольгой Малюгой и Евгением Постниковой. Ждем вас в наших салонах. Я немножко перепутала. У нас Черная Пятница стартует не с завтрашнего дня, а с 26-го. Сейчас проходит другая акция. Условия узнавайте в салонах. Но она тоже довольно-таки приятная. Ну вот смотрю. Спасибо всем большое тем, кто нас поддерживает. Девушки, это очень вдохновляет. Правда, спасибо. Вот смотрю еще, какие есть вопросы. Пока не вижу. Ну давайте вот про клатч про этот. Еще один в коллекции иконики. Здесь прекрасное сочетание и фактуры, и аксессуарной группы. Вот такой декора. Это тоже между двадцатыми. Да. И как раз вот этот клатч был бы уместен, как мне кажется. Например, вот здесь. Вот с такой аксессуарной группой. Или посмотрите вот с такой. Поэтому смело выбирая туфли, спросите у консультантов вам помочь с выбором клатча. Выбор действительно огромный. И если честно, он очень базовый. Я бы такой клатч надела даже с грубыми ботинками и с косовыми. И увела бы этот чуть-чуть такой изишик. Так. И какие ботильоны на Евгении? На Евгении тоже ботильоны иконика. Новогодняя коллекция. Посмотрите, как они переливаются. Прямо сейчас такой магазин на диване. Ну, правда, невозможно про них так не говорить. Очень красиво. Да, на Ольге тоже лодочки. Но это скорее Алла Пугачева. Поближе тоже попросили показать. Очень красивые нюдовые на высоком каблуке. Все супер. Это было изумительно. Я стою час, я вообще не чувствую, что я на высоком каблуке. У меня тоже очень удобный каблук. Тоже достаточно высокий. Спасибо вам за наши комплименты. Все в восторге от Ольги, от Евгении. Просто там, видимо, куча ваших поклонниц сегодня наблюдает. Давайте посмотрим, что еще вот из последнего, что мы не сказали, упомянуть. И уже будем заканчивать. Я все-таки покажу шелковый платок. Как мне кажется, он иногда может стать неотъемлемой частью образа. Если честно, просто каждодневного. Потому что здесь есть блеск и в шелке, и в декоре. Вот сейчас я обращу. Сейчас, секундочку. Да, очень красиво. Вот, например, так. На комбинации это тоже будет смотреть совместно. И он представлен еще и в таком роскошном бежевом оттенке. Мне вообще кажется, что это цвет какого-то роскошного тела. Ну, изумительно смотрится. Изумительно. Красиво. На самом деле его можно и на руке носить. Да, его можно в качестве пояса носить. В общем, фантазия. Не ограничивайте свою фантазию. Действительно, вот такие галстуки у нас впервые. Они стоят 2 990. Еще если у вас есть дисконтная карта, карта лояльности, вы можете скидку получить. В общем, фантазируйте. И что еще хотелось бы пожелать нашим девушкам? Пожелаем, давайте что-нибудь. Украшайте себя, наряжайте. Не относитесь к праздникам формально. Праздник это лишний повод себя порадовать, украсить, повысить настроение, повысить свою самооценку. Поэтому украшайте себя. Вбирайте красивые, качественные вещи. Где вы их выбираете, вы знаете. И волга фэшн, и иконика. Вот, и сейчас в преддверии Нового года еще, конечно, рано желать чего-то такого глобального. Просто желаем, чтобы... Нет, давайте пожелаем предвосхищения перемен, которые наступают с наступлением Нового года. Да, завтра у нас наступает декабрь. Он такой стремительный, всегда очень интенсивный. И там расписано все по минутам. Поэтому желаем, чтобы декабрь был легким, комфортным для вас. Чтобы... Было время на себя. Ну, вступление Нового года вас радует, ожидание. Мне очень хочется сказать, что пусть в вашей жизни будет место для волшебства. Вот желаю вам это от души. Ура! Пусть оно прямо сейчас начинается. Девушки, да, прекрасного вечера. Я думаю, что мы тоже еще с вами встретимся на наших прямых эфирах, наверное, уже в декабре. Прекрасного вечера. Приходите в иконику за новинками, за новогодние коллекции. Ждем вас, всегда рады. Прекрасного вечера. Спасибо огромное. Прекрасного вечера.